Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение снять с понедельника 27 апреля полностью или частично ограничение на ряд видов деятельности. Об этом заявил президент Игорь Дадон, уточнив, что послабления последуют, потому что на данный момент количество активных случаев коронавируса составляет 2271. Дадон уточнил, что с начала эпидемии в Молдове зарегистрировано 3 110 заболевших, из них 755 человек вылечились, 84 скончались. Таким образом, Молдова к концу апреля не дошла до 3000 активных случаев заражения. Оплачиваемые каникулы бюджетников продлеваются еще на одну неделю, то есть до 4 мая. О массовом возвращении всех на рабочие места пока говорить рано. Бюджетники останутся дома до 4 мая, за исключением государственных ведомств, которые предоставляют услуги населению. Это Национальная касса медицинского страхования, Национальная касса социального страхования, Агентство общественных услуг и другие. Что касается массового возвращения, это преждевременно. К радости населения с понедельника будут разрешены прогулки на свежем воздухе и в парках, но при обязательном соблюдении мер безопасности. социальной дистанции и группами не более трех человек. Я хочу сделать важное замечание. Ограничение на посещение детских и спортивных площадок сохраняется, потому что сохраняется высокий риск заражения. Но выход в парки группами до трех человек при соблюдении социальной дистанции будет разрешен с 27 апреля. Кроме того, с 27 апреля большинство магазинов, торгующих непродовольственными товарами, смогут возобновить свою деятельность. При этом президент уточнил, что речь не идет о торговых центрах и рынках. Есть специализированные торговые единицы, продающие, к примеру, вещи, бытовую технику или книги. Для подобного вида услуг разрешается возобновление торговли, начиная с 27 апреля, за исключением торговых центров и рынков, потому что там гораздо большее скопление людей и, соответственно, гораздо больше риск заражения. По словам президента, на этом этапе пока рано говорить о возобновлении деятельности сектора Харека. Дадон уточнил, что эпидемиологи пока предостерегают от открытия кафе и ресторанов, потому что велик риск заражения.